МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем знакомить вас с миром увлечений жителей Карачаева-Черкесии. Сегодня расскажем о жителе поселка Маркопи нашей республики Дахире-Эльканове, который развивает непростое, но весьма увлекательное искусство – резьбу по дереву. Когда исполнилось мне 10 лет, с отцом мы ездили с пчелами, с пчелами. Он пчеловодничал, я с ним часто, очень часто работал. С деревом мы делали улики. А там, когда улики делаешь, с досок выбираешь какую-то текстуру, вот это на доске появляется. И начинаешь вырезать, проявлять вот это, как бы, узоры на дереве. И оно дальше больше, интерес, радость к душе пошла. Так и увлекся. И по сей день оно у меня идет как-то, не знаю. Это, наверное, дара Всевышнего, что оно, руки сами по себе идут, вырезают, создают какие-то фигурки. Тут главное не бояться, делать. Скажите, пожалуйста, а отец тоже занимался ручным трудом? Нет, он больше столярничал, то есть создавал улики, такое. А вот такими мелкими вещами, резьбой по дереву, там, какие-то фигуры, узоры какие-то, нет. Ну, первая у меня самостоятельная работа была, ну, такой кусок досточки, вот такой примерно. Ну, я нарисовал розочку, но она у меня так, ну, так она паршиво получилась. Ну, все равно я это преодолел. И начал, когда эти цветы, флору создавать, оно у меня более-менее красиво пошло. Если любовь проявлять цветам, там, все, оно, конечно, превосходно. И для души, и вообще. Сколько себя помню, с самого детства в руках у меня деревяшки. Влажные или сухие, старые или свежеспиленные. Спиленные, сучковатые или изъеденные насекомыми, рассказывает Дахир. Из года в год мастерство ремесленника росло. Было огромное желание, тяга к этому ремеслу. А дальше практика, опыт. Ну, и, конечно же, Дахир получил специальное образование. Я получил высшее образование, это Карачайский педагогический университет. Обучался на художественно-графическом факультете. Да, я благодарен этим преподавателям, которые они во мне привили вот это прекрасное. Ну, и, конечно, работу, чтобы я мог красиво и профессионально создавать. Без их помощи я бы в пропорции все бы не смог бы. Я благодарен этим преподавателям. Работал во многих областях, то есть в большей степени в электросетях. Ну, там, конечно, в электросетях нет такого, чтобы свой художественный замысел то-сё, как бы, воплотить, реализовать. Но, тем не менее, после работы, наверное, вы своё хобби, своё тоже занятие для души не оставляли? Нет, конечно. Если даже в день уделять по полчаса-час своему увлечению, хобби, это, знаете, какое снятие стресса, нервов и вообще оно… Вообще, как правило, сколько времени в день, в неделю вы вот своему любимому делу посвящаете? Ну, по мере возможности можно заниматься этим любимым делом круглосуточно. Ну, так и так, если складывается работа, то стараюсь им по максимуму уделять. Ну, не менее часа. Уникальным, живым и удивительным даром природы, по словам Дахира, является дерево. Чувствовать и понимать его, преобразуя в новые формы, творить красоту – вот основная задача резчика. Практически все породы деревьев, то, что Всевышний нам предоставил, как и стройматериал, и как для вот красоты, они все тёплые. То есть, душой и всем отдыхаешь, когда работаешь с этими, ну, в большей степени и твёрдые, и мягкие породы деревьев, они очень тёплые, приятные. То есть, можно с этих любых пород дерева создать любую, что угодно. Любую фигуру, любую картину, всё можно создать. Главное было желание и цель, и стремление. Вот это три вещи, которые неопиемлемы. А как Вы думаете, какой-то определённый божжий дар, талант нужно для этого иметь? Знаете, как Вам объяснить? Во-первых, надо, как я сейчас сказал, цель, стремление надо иметь и желание. Когда это все три в одном звене, то они можно создать. Можно достичь результатов. Да, конечно, таких колоссальных результатов нужно достичь. Просто надо стремиться к прекрасному. То, что Всевышний нам послал работу, красоту, изяшество. Оно же должно здесь восхваляться. То есть, передавать то ли на дереве, то ли картинами, то ли как, я не знаю. Бывают насыщенные дни. Идёшь вдоль речки, шум, как Вам, вот это шум, волн, отдыхаешь, пение птичек. И, конечно, вдоль берега нужно найти удивительные вещи. Ну, как художники говорят, отсекаясь всё ненужное, и получается у меня какое-то изящное, красивое творение из коряк. Кроме коряк, это, конечно, то ли в магазине, то ли в цехах, в столярных цехах. Ну, доски, там понравится структура, текстура, вот это. И оно, когда приносишь, они никто не отказывает. Ты приносишь, дорабатываешь, и оно прекрасно. А вот над чем сейчас именно Вы работаете? Ну, тут, Игуль, я бы тут с точки зрения, как бы Вам сказать, сейчас я Вам покажу. Ну, это всадник, видите, всадник, он, видать, скачет, правые вести, вести разносит, благие там, я не знаю, ну, как-то в таком плане, да? Всадник же он и победитель, и благие вести, хорошие вести. Вот. Тут надо отработать, видите, это изначально вот такие, ну, такой набросок у меня идет. Пропорции лошади человека я сохраняю, то есть пытаюсь. А вот все так, образы, они как бы держатся. В голове. Да, 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 в голове они держатся. Вот в Вашем деле, наверное, нужна огромная фантазия, да? Как Вы свою фантазию развиваете? Как она к Вам приходит? Знаете, оно и приходит неожиданно. Так же, как и любому человеку. Главное было бы, ну, знаете, как бы не против своей совести. Ну, наверное, это благое же для себя же делается. Оно приходит, ну, неожиданно. Вот, ну, как осеняет, и приходится создавать, доводить. Как-то, не знаю. Ну, это у любого человека, оно же идет, идеи, подсказки извне. Наше прошлое, настоящее и будущее, несомненно, тесно связаны между собой. Без прошлого нет будущего. Память предков, традиции, обычаи – Все это приходит к нам из прошлого, передается из поколения в поколение, от прадеда к деду и к нам. Прошлое – это начало всего настоящего. Будущее невозможно без прошлого, считает ремесленник. Именно теме прошлого и будущего когда-то мастер посвятил выставку своих работ. Без прошлого нет будущего. Это, конечно, многое, что значит, если с прошлого не брать какие-то уроки, то в будущем не будем создавать и былых ошибок. То есть надо помнить прошлое. А в будущем этих, которые создавали ошибки, уже не создашь. Так же, как и молодежь, чтобы оно помнило и корни, и все. И в будущем оно, чтобы только прогрессирующим этапом шло. Этой работе три года. Здесь вот три старика сидят на первом плане. Сзади молодежь перенимает уроки. То есть сказ о былом. Вот. И они в будущем, видите, уже здесь дома уже более-менее пошли. А здесь вот побеги, цветы. Оно же побеги, цветы. Это плодородие. То есть такой глубокий смысл в этой работе. А в каждой работе должен быть смысл. Любовь к окружающим. Детям, к окружающим. В целостности природе. Ну как не любить природу, Когда все мои работы связаны с природой, флорой, ну людьми. Природа и мир велики. Только успевай черпать и извлекать из этого красоту. Возможно, кто-то думает, что все просто. Придумал и сделал. На самом деле, чтобы создать любое произведение искусства, требуется немало времени, терпения, мастерства и желания сделать по-настоящему достойное изделие, которое будет радовать не только автора, но и вызывать восторг у окружающих. Ну, юная женщина-гармонистка. Она же, как женщина, она от природы дарит людям тепло, радость. Ну, прекрасно. Здесь в этих картинах идет плоскорельефная резьба. Ну, после всех утонченных работ доводишь наждачкой, чтобы оно не было ни заусенц, ни каких-то других и иных повреждений. И потом, когда доходит картина до определенного, то потом покрываешь лаком. Вот. И вот видите. А тут тоже плоскорельефная резьба. Это, как бы, вот, видите, три женщины, вот, и здесь два молодых парня. Ну, как бы, вот луна и, ну, вот, встреча или как там, ну, такое. За долгие годы самосовершенствования своего творческого пути Дахир Эльканов не останавливался на достигнутом. Ведь у мастерства нет пределов. Из года в год, воплощая свои все более сложные замыслы, он осваивал все новые виды резьбы. За долгую историю существования резьбы по дереву четко определились ее основные виды. Плоскорельефная, рельефная, географическая, контурная, прорезная, накладная, объемная. Со временем плоскорельефная резьба стала главным направлением в творчестве ремесленника, где, конечно же, у него появились свои секреты и приемы. Как-то я по лесу гуляя, я увидел ствол дерева, к нему же приросший ветка. Ну, образ вот этот появился, ну, я его довел до совершенства. Ну, это самая такая вот работа, которой можно гордиться самому себе. Увидев этот пенек, образовывалось в воображении сова, то есть символ мудрости. Сколько вы работали? Работал я полторы недели, пока довел до определенного, высушил, пока он определенно высушился, и потом обрезал, отсек не нужно, и получилось вот. И чем вы покрыли потом? Лаком. Первое морилкой, чтобы, ну, как бы, вот этот, ну, однотонно, так красиво оно было. А потом морилкой. Морилкой и лаком. Тут много работы, вот, с проволокой, обычная проводка. Нарезал, согнул, и получается кувшин, цветы. Вот, кто-то вот электросваркой розочку пытался прожечь. То есть вы еще и сварщик? Ну, сварка это увлечение. Увлечение, сварка. Вот, остальное вот, плоско-ремлетно, это женщина над, с ребенком. Вот, это, видать, девушка, там, под Ивой стоит. Вот, ну, как-то так хотел передать вот эту замысль. Здесь вот коряночка идет с кувшино. Там вдали олени, там, горы, солнце. Вдохновляет на это все меня, вот, окружение мое. Вот, природа, люди особенно, дети. Это очень такой, дает стимул к творению. В будущем, конечно, я бы хотел создать кружки, чтобы обучать детей, чтобы прививать вот эту красоту. И в дальнейшем бы я очень хотел бы создать музей Кавказа. В этом музее, конечно, я бы поместил работы свои, ну, плюс других ремесленников, чтобы, приходя дети, взрослые в этот музей, они видели красоту природы, что природный материал, он теплый, хороший. И можно над ним очень работать. Начинающим мастерам я бы посоветовал бы, главное, иметь цель, стремление, желание. И не бояться. Делать. Кстати, герой нашей программы любит работать с различными породами камней. Доказательством тому служит красота, созданная им вокруг своего дома. Натуральные камни идеально подходят для изготовления различных композиций, как дома, так и на улице. Этот материал обладает повышенной изнастойкостью, поэтому даже спустя долгое время воплощенная задумка сохраняет первозданный вид. Также люблю работать с камнем, так что наша местность позволяет этому природному материалу. И ее можно использовать как миниатюрного замка, тут же цветочника, каких-то пьедесталов, такие разнообразные формы, которые природа сама высекла. Ну, вот здесь тоже облик какой-то появляется. Тут и разные минералы, разные камни. И если в общее сложите, получается вот такая красота. Также вот при работе с воротами использовал камни, покрыл их краской, лаком, и вот получается у меня кувшин или кубок. Кубок и ворота в целом. С этой стороны хотел сделать беседочку, она у меня еще не достроена. Ну, вот работая над камнем, можно ее выложить так красиво, что глаз отдыхает и вдохновляет на другие работы. В каждую созданную работу автор вкладывает не только все свое мастерство, но и частичку души. Говорит, без этого изделия не будут полноценными. Основными чертами работы Хироэльканова являются высокий художественный вкус, мастерство исполнения, исключительность авторской работы и раскрытие мягкости, пластики и цвета дерева. Ремесленник уверен, овладеть можно абсолютно любым мастерством, главное отдавать себя любимому делу без остатка и получать от работы искреннее удовольствие, как это делает он сам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok